Девушки отдыхают Девушки отдыхают Гадать сегодня будем и мы, но относительно Украины Чего ждать украинским политикам и украинскому народу От прихода нового человека во главе Соединенных Штатов Америки Здравствуйте, господа присутствующие, здравствуйте, аудитория Ну что ж, давайте начинать наше гадание на Трампе Так мы сегодня решили начать Начну с цитаты Майкл Макфол, один из близких соратников Обамы, бывший посол США в России Уже заявил, что Украина больше всех проиграла от такого выбора американского народа Вадим Карасев, вы согласны с господином Макфолом? Частично да, частично нет Часть элиты украинской, да, проиграла, это Народный фронт Проиграл? Но Украина выиграла, может быть Народный фронт всегда проигрывает в любом фронте А в чем же проигрыш Народного фронта? Ну потому что не надо делать такие публичные месседжи, заявления в Фейсбуке, официальные, которые делали представители Народного фронта, характеризуя, не очень лестно, кандидата президента, который стал президентом США Ну я понимаю, о ком идет речь, кстати, эти политики и Аваков Я думаю, что тут есть кому сказать Не знаю, подчищал ли свои посты Яценюк, не следил Аваков, подчистил в первый же день Ну тут есть специалисты по критике Народного фронта, поэтому я оставляю это для них Но если говорить об Украине, так, то не проиграла Почему? Потому что это хороший шанс для нас, так, скорректировать внешнюю и внутреннюю политику, делать ее более самостоятельной Не рассчитывая на то, что мы будем хорошими клиентами геополитических патронов Хватит нам колебаться между разными векторами и жить комплексом бедного родственника У нас или старший брат в Москве, или дядюшка Джо, Байден Так? Нельзя так проводить политику Внутренняя и внешняя политика должна быть более самостоятельной И все-таки искать внутренние ресурсы для решения ключевых проблем Украины Территориальной целостности, национальной безопасности и экономического развития Но все-таки тогда возникает вопрос, почему так много политиков украинских, если не сказать поголовное количество Подождите микрофон, Катерина, пожалуйста, Андрею Поддерживали именно одного кандидата? Неужели они не понимали, насколько безопасно делать ставку на одного человека? Мне сложно коментовать действия отдельных политиков Я лишь считаю, что истерия абсолютно не нужна и точно не нужно посыпать голову попелом За Трампом стоит республиканская партия США, которая всегда занимала более жесткую позицию в внешней политике, чем демократичная партия И, власне, сейчас она контролирует Конгресс обе-две палаты Он, очевидно, будет вести ту линю, которую будет вести республиканская партия Он будет залежать от Конгресса Плюс, нужно понимать, что его оточение, его вице-президент Майк Пенс, который заявлял очень жесткие заявки Який, власне, есть такой классический ястроб, республиканец, и очень жесткие заявки делал особо против Путіна Есть, например, целиком майбутний, возможно, майбутний держсекретар Ньют Гингридж, который вообще выступал в публичном задании Украине Зброи летальной До речи, я напоминаю, что самая республиканская партия это вопрос инициировала в Конгрессе И это было заветовано демократом Обамой Так что, возможно, тут ситуация изменится Хотя, я еще раз скажу, я не считаю, что мы должны надеяться на кого-то жить этими комплексами провинционной меньшеварности Мы должны построить нормальные конструктивные союзные союзные отношения с новой администрацией Трампа Мы должны понимать, что так, были какие-то заявки во время выборов Выборы пришли, началась реальная политика И Америка это на сегодняшний день найпотужнейшая страна в мире Так, это и на сегодняшний день И она точно будет вести политику в своих интересах То, что в Москве там говорят свое Ну, я просто хочу напоминать, что когда стал президентом Рональд Рейган Автор фразы «Империя зла» и один из могильников Радянского Союза То в Москве были тоже аплодисменты Потому что, сказали, вот был президент Джейми Картер, который ввел антирадянские санкции после вторгления в Афганистан А вот пришел шоумен Рейган, и мы с ним домовимся Домовились так, что Радянский Союз развалился Потом, когда приходил Обама после ковбоя, будь-ше молодшего Они тоже сказали, что вот был ковбой, так и агрессивно ввел в внешнюю политику Теперь пришел Либерал Обама, мы с ним домовимся Сейчас, хотя Обама ничего такого сильно антиросийского не делал Но они его сейчас там проклинают и очень радуют, что он уже не президент Поэтому, я думаю, что тут это все таки Надо думать своей головой, действовать в своих интересах И когда будет украинская влада не озираться по сторонам И шукать вказовок за кордоном А действовать в исключительно своих национальных интересах То мы побудуем такую политику, которая будет выделена Здесь российская реакция, о ней возможно попозже поговорим А вот вы действительно говорите, что украинская влада озирается по сторонам И видно даже было, как она начала озираться по сторонам После объявления о том, что все-таки победил Трамп Вы заметили, как быстро наши политики и многие эксперты перекрасились Еще вчера они говорили о том, что Хилари беззаперечный лидер Цикпарегоневи Она была до наступной первой мадам президента, ее уже называли А на следующий день они уже все начали кричать, что Трамп это лучший выбор для Украины А некоторые, напомню, вообще посты свои удаляли Там, где оскорбляли Трампа, еще неизвестно, во что нам это выльется Николай Скорик вам обещал слово Валентин, вы приготовите Спасибо Я всех вижу Я считаю, что все разговоры о том, в выборный период В отношении направленности Трампа, что она там пророссийская или еще какая-то Оба кандидата, я считаю, что это в первую очередь оскорбление Америки и американского народа Оба кандидата проамериканские кандидаты Каждая из которых имеет свою программу И программа Трампа, она отличается прагматизмом в сторону внутренней политики Исходя из того, что вот можно почитать в открытом доступе Достаточно большое количество американских избирателей устало от той ситуации Когда Америка является таким своеобразным мировым полицейским И не занимается внутренними проблемами Именно на этом и получилась победа Трампа по отношению к очень многим штатам Я думаю, что вот как это не страшно, я соглашусь со своим коллегой из Свободы В отношении того, что нам надо перестать заниматься и страдать от синдрома украинской меньшеварности Действительно, мы должны думать сами о себе О том, что кроме нас ситуацию в стране никто не исправит Мы должны понять, что когда официальные лица, когда политики что-то говорят Это можно отнести там умное высказывание, глупое высказывание Но когда официальные лица страны, которые занимают высокие должности Действующие высокие должности Позволяют себе высказывания в адрес кандидата в президенты такой страны, как Соединенные Штаты Америки Это недопустимо, это фактически вмешательство во внутренние дела этой страны И то, что вот на сегодняшний день мы видим, что ситуация, которая развивалась вокруг расследования в отношении, предположим, того же Манафорта Когда одни официальные лица из НАБУ говорят, да не, мы вообще ничего и не расследовали А другие говорят, да не, там мы расследовали, но это было совсем не так Еще почитать, что они говорили буквально три месяца назад, это просто недопустимо Ни в одной нормальной стране такого быть просто не может Николай, видите, вы сами отвечаете на свой же вопрос Получается, что мы сильны не только своими действиями, к сожалению, мы не сильны своим умом Не умудрилась ли Украина своей активной поддержкой одного из кандидатов испортить отношения с будущим президентом Украины еще до его избрания? Вадим Наливаченко, как вы оцениваете работу украинских политиков и дипломатов? Валентина Наливаченко, добрый вечер. Валентин, не менял меня Только с одним штабом в кандидаты На жаль, використано было и НАБУ, про это тоже згадывала А теперь, главное, что нужно сейчас делать в Украине Не сомневаться и не делать вигляд, что мы сами все загрозы подолаемо Это не так. Нам нужна международная коалиция и стратегический партнер США для восстановления территориальной ценности Раз. Нам нужна США поддержка, как и всему другому цивилизованному святу, для того, чтобы остановить российского агрессора Питание для всей молодой аудитории Чему же тогда пані Меркель сама перша телефонуя Дональду Трампу, а мы все сумніваемся, нам телефонувати чи ні Чи нам представляти, власне, в США доказы российской агрессии Чи нам представляти ті питания, где мы потребуем поддержки США, повернуть наших заручников Надать допомогу обороноздатности нашей страны В этом сумніваться не нужно Допомогу от стратегического партнера нужно добиваться А и последнее, про что я хотел бы сейчас сказать Корупційні політичні гроші Так само, як і ФБР Сполучених Штатів Цю справу ще під час виборчої кампанії взяла на контроль Тобто просто так замовчати тепер не вийде Тому в Україні і для української влади ще і другий виклик тепер Для відновлення нормальних стратегічних відносин Сполучених Штатами Ви не покарані, що стосується черної касси партії По-моєму, не смею утверждати, но по-моєму, це происходит вперше Практики цього фонда І по-моєму, ну даже якщо це второй чи третій подобний пример По-моєму, це выглядит несколько нелицеприятно для України Согласитесь Івана Климпуш-Сенсадзе, вице-прем'єр по европейсько-евроатлантическій інтеграції Як Ви оцінюєте, в якому ключі будуть розвиватися зараз відношення України і Сполучених Штатів? Дякую, насамперед я хотіла б не погодитися з утвердженням стосовно того, що українська влада чи українська дипломатія вела в діалог виключно з одним штабом демократичним, як стверджує пан Валентин Івана, ну здесь, извините, я могу с вами согласиться і вспомнить поїздку глави государства Соединенные Штати І пости нашого послачавого Було намагання зустрітися з обома штабами Був зроблений запит до обох штабів стосовно зустрічі Те, що не склалося, не відбулася зустріч з паном Трампом на той момент Це теж є там питання того І порядків денних, і тої кількості часу, які одночасно і президент України, і пан Трамп в Нью-Йорку в той час знаходилися Все це можна підняти і з'ясувати, і зрозуміти, що так, воно не спрацювало, не вдалося Це не є катастрофою і не означає, що хтось намагався не працювати з іншим штабом Це перше По-друге, ми досить активно, і мені здається, що всі з цим погодяться Протягом всіх-сіх двох з половиною років працювали з Конгресом, де ми мали постійно двосторонню, двопартійну, повноцінну підтримку України Ми весь час, я думаю, що не буде жодної людини, яка буде заперечувати те, що в нас була абсолютно за цей час повна двопартійна підтримка Що означає, що ми активно працювали як з демократами, так і з республіканцями І ми продовжуватимемо зараз надзвичайно активно працювати як з демократами, так і з республіканцями Для того, щоб в Конгресі забезпечити подальшу цю двопартійну підтримку, яку Україна мала до цього часу Очевидно, необхідно зараз знаходити додаткові канали спілкування з тими можливими кандидатами Призначення яких відбудуться на ті чи інші позиції, які будуть безпосередньо впливати на реалізацію політики Сполучених Штатів до України Чи то держсекретаря, чи секретаря з питань оборони, чи головного радника з питань безпеки І очевидно, Україна це робитиме і вже робить Тому розраховувати, на жаль, я би теж не погодилася, розраховувати виключно на свої сили На свої сили розраховувати абсолютно треба, треба будувати і армію, і спроможну систему всередині І для того, щоби могти себе захистити і захистити свої інтереси національної безпеки Але разом з тим, я переконана, що без зовнішньої коаліції забезпечити ці національні інтереси буде набагато складніше Аніж наодинці з ворогом Тому ми будемо далі працювати і над зміцненням стратегічного партнерства з Сполученими Штатами І я переконана, що якщо ми всі мобілізуємося і адекватно будемо працювати всі разом, всі спільно То тоді нам вдасться адекватно, аргументовано донести свою позицію, свої меседжі, свою політику, свої наполягання нашим партнерам І ми будемо почути Ну а вообще, наскільки адекватно сейчас говорить о том, кой буде по отношению к Україні політика кабінета Трампа, назовемо це так, да? Якщо ми поки ще не знаємо даже фамилию чоловіка, який буде, в общем-то, курувати вопрос України Але ми знаємо одну вещь, що Трамп лично сам вычеркнув із программи республіканської партиї на съїзді номінації Вичеркнув предоставлення Україні летальне оружію Це не Брава, це були члены його політични Це не Брава, це не Брава Це не Брава, це не Брава Це не Брава, це не Брава І знаєте, для чого ще победа Трампа хороша? Щоб очиститися від ілюзій некоторих Що за нас наші випадки будуть решати Може, треба вже подруговувати Це питання того, що хтось за нас буде вирішувати наші питання Але нам давно вже потрібно мати партнерів І ця єдність, як європейська, так і трансатлантична єдність Яка на даний момент складна, дуже складна Але вона є по відношенню до ситуації, довкола агресії Росії проти України Саме вона допомагає нам більш ефективніше боротися з цим ворогом Андрій Артєвовенко, ви вернулись із Соединенных Штаров А с якими новостями, якщо вам удалось пообщаться? На самом деле все просто Мир разделен на две, а то уже, может быть, на три части Не забывайте о ролі Китая, который внимательно наблюдает за всем происходящим Это наша объективная реальность через пару лет Что касается выбора в Штатах Я хочу дать ему по морде, я хочу сломать ему челюсть Слова великого актера Роберта Де Ниро для меня была квинтесенцией этих выборов Человек, который, казалось бы, дожив до тех седин, заявляет такое И этот ролик крутит все каналы телевидения Это квинтесенция того, что происходило Медиа делает революцию Если мне не изменяет память, Роберт Де Ниро уже успел перекраситься, как украинские политики И решили все-таки новоизбранному президенту не ломать на всякий случай А потом уже перекрасилось или нет? Все перекрасились, это нормально, это абсолютно естественно Это свойственно Мы не будем сейчас опускаться именно до этих шуток А если серьезно, хочу сказать следующее Первое, а кто читал программу Трампа? А что там написано? Там реальные экономические предложения по обустройству Америки По созданию рабочих мест О переводе всего того, что делается в том же самом Китае И обратно на территорию Штатов И теперь мы задаем вопрос, а почему же за него проголосовали? Да естественно, почему он дал путь, что нужно делать дальше Естественно, дальше А кто читал книги Трампа, которые за время своего, так сказать, бизнеса Я читал, безусловно Я знаю Я читал, я могу сказать один тезис Я прошу прощения, если ты держишь своего оппонента за причинное место, не хочу по-другому сказать То значит ты знаешь его мысли, ты знаешь о чем он думает и ты точно его победишь И самое главное, третье А спросите, пожалуйста, почему мы так на него накинулись? Это что, у Трампа есть фабрика в России? Это что, Трамп заявлял, что я буду сбивать каждый российский... Не Трамп заявлял, что я буду сбивать каждый российский самолет, который приблизится на опасное расстояние к истребителю ВВС США Или это не Трамп заявлял о том, что я уважаю выбор любого народа, который избирает себе любого своего лидера Значит каждый лидер, каждый народ достоин своего лидера И поэтому я хочу закончить только одними словами Я вернусь со Соединенных Штатов Америки воодушевленный Потому что на самом деле избрание Трампа это колоссальный шанс для Украины Мы развеялись от тех иллюзий, которые были безусловно у всего украинского истеблишмента И самое главное, хочу закончить одними словами Let's make Ukraine great Это то, что мы должны понять Вместе с коалицией, вместе с оппозицией Вместе с обычным простым народом, которым доказал, что народовласть и народ является согласно Конституции Украины Единственным источником власти в своей стране Это то, что произойдет у нас очень скоро Спасибо Я просто вас добро знаю, действительно, працюет и в Штатах вас поважает Вот с штабом Трампа, хоть кто из украинской влады працевал, у вас есть, хоть как-то с информацией Ну скажите правду Я вам называю вещи своими именами Ну скажите правду Я отвечаю Посол Украины, лично, МЗС, наш министр Климкин, лично, замглавы администрации президента, лично, за провал внешней политики Украины на основании выборов должны немедленно подать в отставку Они не заслужили даже находиться на этих должностях При тех ошибках, которые они сделали во внешней политике Как бы я не знала правды про те, как бы я не знала правды про те, что реально вибрация, то я бы не стала завершена Вы так засекретили свои действия, чтобы это не стали правдиваться Вы считаете, продолжим полететь украинские дипломатические головы? Я уважаю, что позицию официального МИДа и позицию некоторых политиков, которые действительно ударили в штангу, такие как Сергей Лещенко, который даже вмешался в избирательную кампанию с Моноходом и в итоге... Вот за это дело А что касается позиции официального МИДа, что касается позиции администрации президента, ровные взаимоотношения как с демократической, так и с республиканской партией Потому что мы сегодня... Так они так и есть, и были, и будут продвигаться И тому главный показатель, что сегодня в Сенате большинство у республиканцев и Сенат голосует и будет поддерживать в дальнейшем Украину относительно предоставления летального оружия и многих других вещей Друзья, не посыпайте голову пеплом там, где и в минуту Спасибо. Татьяна, вы разделяете этот оптимизм? И как оцениваете работу дипломатов украинских в этой кампании? Добрый вечер. Я вважаю, что мы должны с повагою поставиться до выбора американского народа И должны были ставиться не только до результатов выбора, а и до процесса, и до кандидатов И не давать тих оцениваний и тих, ну, власне, критичных зауважений, которые лунали И в этом, конечно, есть большой минус, потому что это лунали зауважения от членов уряда, это лунали зауважения от критика, от верта, от лидеров политических партий, которые входят в коалицию И, соответственно, это может где-то стосунки в дальнейшем с администрацией нового президента США, где-то ускладить Но они, наверное, теперь сейчас посыпают голову пеплом и думают, что это усложняет их жизнь Но, конечно, вы мешаете выбор или нет? Я перепрошу, я завершу. Вы мешаете выбор или нет? Вы мешаете выбор или нет? И так же и политику президента Трампа будет визначать его администрация Потому что это для нас, для всех, особенно для право-властных депутатов и для уряда великая задача Ехать и договориться, переконовать, формовать, доносить думку Это, я погоджусь с вами, что это новый шанс по-другому подивиться на войну, на Донбас и так далее И при этом не нужно забывать, что любые моменты дестабилизации ситуации в Украине в тот период, пока будет формироваться новая администрация президента Америки Они, конечно, негативным чином вплинуть на их думку относительно нас и относительно Украины взагалі А что до самого Трампа, вот мне, как человеку, которая пришла в политику из бизнеса, очень импонуют его заявы Само что до податковых стимулей, что до экономических вещей Он сказал, я заставлю Амазон платить податки Амазон, величезный интернет-портал, который не платит великих податков в Америке Он сказал, я поверну Apple, который на сегодняшний день операционно работает в Ирландии Я поверну его в Америку Так что, это плохо, потому что политика попередних... А дефицит бюджета? А держборг? А полиция... Он будет увеличивать? Дефицит государственного бюджета? Полиция попередного президента в основном на том, чтобы забрать у среднего класса и перерозподелить на незабеспеченные верства населения То мне, например, эти вещи импонуют Больше того, когда мы в прошлом году общались о либеральной податковой реформе с Артуром Луфером Он сказал нам тогда и написал лист главы Комитета податковой и митной политики Вы проведете свою либеральную податковую реформу, но не в этом году и не за этой администрацией Вы проведете ее в следующем году, когда изменится влада и когда до влады придут эти люди Понятно. Спасибо. Ну, Сергей давно вам обещал слово Вы знаете, я... Доброго вечера Доброго вечера Я спостерігаю за этим парадом великого вибуху кохання до Трампа Я раджу тем, у кого есть возможность просто отмотать на несколько недель назад В том числе наши передачи и других телеканалов Подивиться на спичи прямомовы лидеров окремых политических сил, зокрема вашего лидера И мы увидим, как вся страна, буквально весь украинский политик, наивно вважая, что выиграет 100% Клентон Спираясь на эти фейковые, вкинутые социологии, зокрема на украинской правде Просто поливав брудом Трампа, просто приниживав его Аваков, в якого злочинность зашкалюя в країні, он лидером за просто вибуховостью злочинности Займався не боротьбой с этим явищем всередині своей страны, а почав заниматься геополитикой Арсеній Яценюк приеднався до команды поливачів брудом Трампа и так и другие Вони будут отвечать А перед кем они могут отвечать? Я сейчас объясню, как это все происходит Я хотел бы, уже користуючись вашей риторикой гадания на Трампе, сказать несколько вещей Что было, что есть, что будет и чем сердце успокоится Так вот, что было, я хочу відверто заявить Попередний Держдеп кришував коррупцию в Украине Частина Держдепу кришувала коррупцию в Украине, в частности, коррупцию Арсенія Яценюка Как бы не поддержка частини політики в США попереднего президента, команды попереднего президента Яценюк бы давно сидел в язнице Мы все точно знаем, есть большая купа материалов, что это коррупционер номер один в Схидней, Центральной Европе, в Европе и Евразии Арсеній Яценюк, человек, который уничтожил надею Украины на порядок, на восстановление, на восстановление Далее, что было раньше, мы были на буксире Международного валютного фонда, мы были на геополитическом буксире Штатов, Европе Нас буквально вытягивали из того всего, извините, лайна, в котором мы опинились через нездатность, неготовность элит, фактически элит Поновить потенциал страны, после Майдана сделать решительные реформы, бороться коррупцию, поставить страну на четкие рейки реформ Теперь что будет? Больше у Арсения Петровича Яценюка и этой шайки, мафии, банды не будет криши в Америке, за океаном Сергей, давайте уже опустим Яценюка все-таки больше поговорим об Украине и украинском народе Две речи, две речи, две речи, две речи, две речи зробить можем сьогодні спокойно Первое, это закончить расследование всех злочин, которые его сделали, Шайка, Аваков, Пашинский, Яценюк и так далее Другая важная сложность, готовиться к поставщиковым выборам уже никто не будет нам наказывать Звезти за океаном, что вы не имеете права сделать выбор, построить новый формат элит, новую конструкцию элит в стране Формировать новый парламент и на конец начать в стране реальные реформы, доверие к парламенту 1% Сергей, очень коротко, пожалуйста Чим заспокоится сердце нашей страны? Чим заспокоится? Ничего спільного с Юлией Володимировой, не посмехайтесь Заспокоится на следующую простою деталью Мы зупинимося, понимаем, что никто нас не будет тягти больше никуда, никакой лучше будущего Мы зупинимося, наш умовный автомобиль, поднимем капот, сделаем капремонт, подкреслю капремонт страны И самостоятельно, спираясь на свои силы, свои ресурсы, свой народ после выборов, Збудуем потужную страну без какой-то большой внешней допомоги Мы должны быть авторами Украины Я когда-нибудь обязательно, это такое лирическое отступление, когда-нибудь я обязательно подниму в этой программе Тема украинского балета Я обязательно вас приглашу Мне просто интересно посмотреть, как вы и в этой теме выйдите нашу преступную шайку Яценюка Спасибо Иван Акримов, Синсадзе, вам обещал слово Короткий ответ Я просто хотела бы обратить внимание, что это, как минимум, не очень ответственно, как корректно сказать, абсолютно безответственно Работать такие заявки Как не ответственно? Я говорю про отдельных чиновников департамента Вы прекрасно знаете, что вам телефоновали и говорили Никаких справ на Яценюках Это наша собачка Это наш песок Это наша людина Это наш котик Сергей, извините Я говорю слово только Ивану сейчас, потому что она спешит и я обещал отпустить ее немного раньше Ивану, пожалуйста Сергей, я решу, когда кто уйдет Я позволю себе сказать, что мне никто не телефонует и не вказал, что я должен делать А не с Держдепартаментом, а не с других, яких не без структур Тому, безумовно, для нас зараз важливо просто перестати один одного звинувачувати Обговорюючи, взагалі дискутуючи про те, що відбулося в США, які вибори И до чого би ми мали прагнути, что би ми мали зараз зробити И конструктивно говорити про те, з чим потрібно занятися, які реально дії зробити То ми зараз будем звинувачувати одного або другого в тих грехах, які хтось не робив або робив Це неконструктивно Давайте навпаки знайдемо, між нами тут є багато людей, фахівців, які займаються питанням зовнішньої політики Які є дійсно знаючими професіоналами І серед них знайдемо серед себе, знайдемо той консенсус, в який спосіб А прості українці не можуть педляти, бо вони отримали тисячу гривень Активно забезпечувати свою присутність і свою зовнішню політику Сергей, і сюди, і сюди, і коммуналці в тому числі, і обязательно Спасибо, Іванна Але, не ждет ли Україну большая чистка? Сергей уже начал об этом говорить Действительно, звучат мнения многих экспертов о том, що Трамп може іниціировать пересмотр Некоторих рішеньів його предшественника Обамы В тому числі, выделення фінансової допомоги другим країнам Готови ли наші чиновники, політики, ну, в першу чергу, чиновники Гарантировать предоставлення честной і прозрачной інформации О том, що всі деньги, получені від США в рамках різних програм, були використованы по назначенню? Як ви вважаєте, Валентин? Я думаю, чиновники мають на це і відповісти перед тим, як піти Але я просто скажу фахово, що передуватиме такому американському рішенню? Буде проведена обов'язкова ревізія, ревізія серйозна, залучення правоохоронних органів США Використання всієї допомогою від оборонної до сутофінансової Всіма урядами і серій теж прави і попереднім, і нинішнім Це перше, що буде зроблено Друге, Україна, попри небажання зараз, президента країни все ж таки приєднатися До антиофшорної, антикорупційної світової коаліції Змушена буде приєднатися під проводом США І всі бенефіціари, всі офшори, які заховані з викраденими з України грошей Будуть вскриті і буде вже світова і міжнародна вимога до українського уряду Або розслідуйте і повертайте гроші Або отримаєте і міжнародні санкції, і міжнародні позови Цим займеться адміністрація України Тут ти право Іванна, ви хотіли відповідати і у мене буде ще один питання Не будучи чиновником, нас працює Я не далася, це не ваше рішення Але ви так на мене вказували Ну ви представляєте бланду в студії Ну до кого ще говорять Ну і напевно треба розуміти, хто є чиновником, а хто не є чиновником Відповідно до закону про державну службу Хто порадив пану прем'єру міністру під час Гройсман Був з візитом Сполучених Штатів От хто порадив не зустрічатися з паном Макейном Макейн це голова комітету найбільшого лобіст України А пан Гройсман мав зустрічі з паном Макейном Я на цій зустрічі була Я була присутня на цій зустрічі пана Гройсмана з паном Макейном Якщо потрібно зараз покажу вам цю фотографію Я вас дуже прошу, перестайте викручувати факти через те, що я вам кажу Я особисто була на зустрічі, на якій був присутній пан Гройсман Пан посол України Валерій Чалий і я були на зустрічі з Макейном Що не так? Я не можу зрозуміти, чому ви було звинно звинувачуєте Извините, у мене є, я уверен, вопрос, который сейчас У мене є вопрос к Івані, я уверен, сейчас волнує українців Много більше, чем эта кулуарщина Іванна, Рикард Йозвяк сегодня, корреспондент Радио Свобода написав, Що безвиза Україна не дождеться раніше февраля-марта місяця Як ви можете це прокомментирувати? Якщо я правильно читала те, що написав корреспондент Радио Свобода, то там було сказано про фактичне введення в дію безвизового режиму Ми всі з вами, по-моєму, всі вже добре почули, що є... То есть это тот, грубо говоря, тот уже момент, когда начнут впускать? Ну, я так прочитала цю новину, яку вице... Хорошо, тогда ваш прогноз, когда все-таки нам ждать решение от Європы безвизи? Я наголошую, знову ж таки, вважаю, що тут абсолютно всі би з об'єктивних причин мали би з цим погодитися Україна виконала абсолютно всі свої зобов'язання Це підтверджується нашими партнерами, як на рівні керівників держав-членів, так і на рівні європейських парламентарів Представників абсолютно всіх політичних фракцій і сил в Європейському парламенті і представниками Європейської комісії Тобто всіма трьома інституціями, які залучені у прийняття рішення стосовно надання безвизового режиму України Хорошо, і тому я вважаю, що є абсолютно всі підстави для того, щоб об'єктивні підстави і об'єктивні причини для того, щоб Європейський Союз прийняв Щод цього року прийняв рішення стосовно того, щоб Україні надати безвизового режиму А более важный вопрос, асоціація України и ЕС, насколько зависит этот процесс? Не будем ли мы ждать сейчас выборов в Нидерландах? Дозвольте секундочку, але є ще один процес, який не стосується України Я наголошую, не стосується України, стосується всіх країн, третіх країн, яким Європейський Союз надає безвизовий режим Або має вже безвизовий режим з якими Це питання можливого використання механізму призупинення безвизового режиму до третіх країн Зараз йде активна дискусія в цьому тріалозі, в цьому трикутнику між європейськими інституціями Стосовно абсолютно юридичних деталей, стосовно того, як буде запускатися цей механізм Як тільки його погодять, я переконана, що це стане там остаточним тригером Ми бачили, що і в рішенні по Грузії тоді запрацює безвизовий для Грузії І відповідно переконана, що рішення, яке буде прийматися стосовно України Воно, напевно, теж буде прив'язане до вступу в дію цього механізму І тоді ж запрацює механізм безвизовий для України Про угоду про асоціацію Ми зараз працюємо, нам вдалося, знову ж таки, з усиллями як української дипломатії Хто би як не хотів її очорнити Українських парламентарів, українських представників громадянського суспільства В комплексі, всіх разом Нам вдалося і наших партнерів, наголошую, наших партнерів в Європейському Союзі І в Сполучених Штатах, і в Канаді, і в інших країнах Нам вдалося добитися того розуміння урядом Нідерландів Що неможливо просто взяти і не подати на ратифікацію угоду про асоціацію Тому прем'єр-міністр люти Нідерландів звернувся до парламенту Нідерландів З листом, в якому чітко вказав, наскільки можуть бути непередбачуваними І неприємними наслідки нератифікації не тільки для України Чи не тільки для окремих країн Європейського Союзу Чи для окремого поясу, скажімо, східного сусідства А і для самих Нідерландів Тому в нас зараз є можливість, і ми нею активно, абсолютно користуємося Працювати і з Нідерландами, і з Радою Європейською Стосовно того, щоб знайти те формулювання З яким угода про асоціацію буде такі радіфікацію Будемо сподіватися і чекати Дякую, Івана, я обіцяв вас відпустить поранше Дякую, дякую за участь у програмі Це була Івана Климпуш-Сен-Садзе Алена Шкрум, так Можливо, дякую Не больно на вас дивитися, ви всю програму тянете руку Це правда, доброго вечора Давайте, погадайте тепер на Трампі ви Ви знаєте, мені б дійсно хотілося бути більш конструктивною Ви, кстати, за Хиларі були, або за Трампа? Ви з тих, які перекрасились, або з тих, які не меняли світ? Я б не робила ніколи, тому що дійсно було незрозуміло А я добре знаю внутрішню ситуацію в Америці У мене там є друзі Але, але, мені жаль, що Хиларі не виграла Тому що мати жінку президентом такої наймогутнішої країни Для мене особисто це було, мабуть, дуже круто Цього не сталося, будемо працювати з тим, хто є І я думаю, що Хиларі, насправді, могла б нас розочарувати більше Ніж Трамп нас ще може позитивно, теоретично здивувати Що б я хотіла сказати з цього приводу? Ну, по-перше, давайте зрозуміємо, чому так відбулося От головна ідея, чому голосували за Трампа Як мені здалося, в тому числі від моїх друзів США Це тому, що більшість американців середнього класу Не в великих містах Вважали, що Вашингтон, адміністрація І взагалі президент їх не чує От що Обама, адміністрація, Вашингтон їх не чув Я думаю, що це дуже цікава така історія Для Європи і для України Це як третій дзвіночок для влади Що якщо більшість людей Середнього класу в селах, в селищах Не в великих містах, вважають, що їх влада не чує То отакі вибори можливі І отакі результати можливі Ну, а далі, що ми можемо зараз зробити? Ну, слухайте, для мене є абсолютно очевидно Що Міністерство зовнішніх справ є дуже слабким На жаль І я можу це підкреслити дуже багатьма речами Я намагаюся працювати в сенсі реформи дипломатичної служби з Міністерством дуже давно Міністерство не є незалежним Міністерство є слабким Міністерство не провело внутрішню реформу за ці два роки взагалі Де закон про дипломатичну службу, який би нам допоміг краще працювати? Це єдиний закон, який Міністерство мало не працювати За два роки він навіть не поданий в Раду, нічого не має Тобто в цьому сенсі ми програємо структурні реформи І це нам заважає нормально спілкуватися з західними партнерами І з Трампом в тому числі У нас є ще пару місяців до інаугурації Я думаю, що дуже серйозно треба зараз працювати От, на жаль, Івана Климпуштетця запішла Але я сподіваюся, що ми розуміємо, наскільки зараз буде важко І нам треба до його інаугурації Попрацювати з ним і з усією його командою І залагоджувати оці речі Ну, а що до того, що колеги від команди Трампа Прибирали, наприклад, строчки про надання летальної зброї України Ну, слухайте, адміністрація Обами взагалі це не розглядала дуже довго І ми за це боролися і не могли це виборити Тому, колеги, треба зрозуміти, що була в Хіллери Очевидно, що цієї обстрочки не було Зараз її викреслили, легко не буде Легко не буде, треба працювати От, поки ви виступали, вам просто податків Василий Філіпчук Ісперт по внешній політиці Ви теж вважаєте американську збирателю компанію провалом української дипломатії? Абсолютно Це, мабуть, апогей провалів української зовнішньої політики Чого не потрібно було робити, а що не зробило? Де, що інше Ви почали зі слів Макфола Так от, нагадаю, що цей американський дипломат Передбачив перемогу Трампа Ще за декілька років Він передбачив, що він буде висунути від республіканців І що він переможе Так от, слова, які він сказав, які ви навели Вони абсолютно правильні, тому що у нас абсолютно нова геополітична ситуація І першою жертвою цієї нової геополітичної ситуації Може стати Україна Чому? Тому що так критикували Трампа багато хто Європейські політики, американські політики Але Україна, німецькі політики Каслер також критикувала Але критикують політики Але не втручаються у внутрішньополітичну боротьбу Україна допустила абсолютно неприйнятне у міжновних відносинах Україна перейшла червону лінію Україна втрутилась у внутрішньополітичні проблеми Сполучених Штатів Україна втрутилась у передбачу боротьбу У вирішальному моменті Звинувативши керівника штабу Трампа Давши від органів державної влади документи А НАБУ Ми нібито допомогли Ми нібито допомогли Хілларі А насправді Ми кинули особистий виклик Ми особисто образили Не просто керівника виборчого штабу Трампа Ми особисто образили Трампа І тепер, коли до влади приходить людина Яка все своє життя, бізнес-життя Всю політику робила на особистих мотивах Очевидно, що всі очікують Буде, як кажуть у нас, ответка Тобто буде відповідь І якщо раніше і санкції Європейського Союзу І допомога МВФ Базувалася на тому, що Хтось з Білого Дому телефонував і просив Ну давайте допоможемо і так далі Зараз не те, що не буде допомоги Зараз буде негативна відповідь Якую це буде негативна відповідь Можна здогадуватись Але в чому зараз основна наша проблема Є три ключових центри впливу на ситуацію в Україні Росія, США, Європа Росія ворог Але раніше був друг Штати Зараз і Росія ворог, і Штати ворог Ну, ж ви так категоричні Штати на даний момент Як країна, якою буде вести Якою буде кляти Трамп Очевидно, буде хотіти Якимось чином дати відповідь Тим невдалим крокам Які робила українська влада В Європі, як ми щойно почули Суцільні поразки Немає ні угоди про асоціацію Ні безвізового режиму Ледве отримуються санкції Тобто, фактично, ми входимо В період м'якої ізоляції Ми навіть змогли зіпсувати стосунки З найближчими сусідами Те, що було зроблено з Трампом Рік тому було зроблено в Польщі Коли український посол зайняв позицію Однієї партії, а переміг президент іншої Те, що зроблено з Трампом Зараз робиться цього тижня буквально з Росії Возможно, то, чим ви грозите Чуть позже Возможно, то, о чому говорите вы Што не сделає Трамп в отношіній Україні Возможно, це успеет зробити Обамо За два останніх місяця Оксана, як ви считаєте Вот, например, нынешній посол Москві Джон Тефт в інтерві сказав, що За два місяці, я хочу просто процитувати До передачи власть Обамо ще остається два місяці президентом Якщо хто не помнит із зрителей Що администрація Обамо постарається Решить хотя бы некоторые вопросы по Україні В частности, он говорил, що Ми увидим попытку решити проблеми на Донбасі Що це може бути? Доброго вечора Доброго Користуючись нагодою, прямим ефиром Я хочу сегодня привітати наших сусідів-близьких Поляків з Днем Незалежності І нагадати, напевно, в цій студії Що таке гідність, свобода і права людини Ви правильно говорили В країні керує народ Ми маємо країну, в який обрав собі свого президента Це сороковий злишком президент в цій країні В якій історія їхньої політичного зростання формувалася дуже давно Це дві політичні сили Я не думаю, що хтось вирізняв колись, з кем він спілкується З демократами чи республіканцями Дуже часто ці представники і ці політики представляють свою країну На що дуже часто бракує нам Бо ми хочемо бачити десь там свого виборця А насправді ми представляємо завжди так само Україну Я думаю, що ми не маємо сьогодні перейматися тим Що буде там і як зроблено Вони будуть робити так, аби буде вигідно це американському народу То, що мають робити сьогодні українські політики, дипломати Аби скористати з можливості вигідно собі Ну, скажімо так, отримати певні ті преференції, які ми хочемо очікувати Я підтримую абсолютно Івану Климпуш-Ценцадзе Бо в своєму єврооптимізмі, погодяся, вона об'єднала багатьох молодих політиків в парламенті Вона сьогодні стала віце-прем'єром з євроінтеграції не випадково І тому її євроатлантична інтеграція Бо вона наголошує, що вона не лише віце-прем'єр з євроінтеграції А євроатлантична інтеграція, де обов'язково дійсно важлива ключову роль І найголовніше, грає Сполучені Штати Тому дуже важливо сьогодні, щоб ми зрозуміли чітко Давайте ми... Може, атлантизма не буде? А може, і він, конец його Ну, євроатлантична інтеграція Може, це все з 90-х, почало 90-х годів дискурс Його треба забыти, ми себе путаємо Може, це концептуальні лінзы ошибочні, і себе в тупик заганяє Да забудьте про це євроатлантична інтеграція Але ви не ответили на мій вопрос, Оксана, я його хочу переадресувати Ну, треба ж как-то учиться на ошибках Ну, ребята Андрею Єрмолаеву, я хочу все-таки переадресувати этот вопрос Андрей, заявление ТЕФТО о том, що в ближайшие два місяці Ми можемо увидеть от Обамы решительне наконец действие Относительно України Возможні подвижки в Минском процесі Ваше мнение Я отвечу на этот вопрос Я начну с того, що всі мої друзі Многі політики, експерты говорили Вот пройдуть вибори в Штатах, і все буде ясно Вот я вас слушаю, як ясно Вам точно ясно А потом вкручить глагол, давайте поймем Я думаю, так ясно, или давайте поймем Я начну тогда со второго, давайте поймем Победа Трампла, на мой взгляд Связана не стільки со своєдномерного личності Это пусть говорят психологи, соціологи и прочее Наверное, це жутко важна роль конкретної личності А вот вопрос в другому Предпосылки При Обамі ставка на реальний сектор була? Була І це були елементи антикризисної стратегії При Обамі провалы проекта нового Ближнього Востока Произошли, недовольство росло, неэффективність американської политики А рост запроса на американський егоцентризм был явний И в итоге, по сути, мы имеем дело уже с символом победы, поворота американской политики К политикой американського егоцентризма Что это означает на практике? Что, по всей видимости, новая администрация, кстати, объединив интересы И демократы в республиканском этом вопросе Будут готовить, я его назову условно, новый глобальный вестфалитет Союзниками этого процесса будут Китай, Россия, Евросоюз Турцию добавить Ну, совершенно верно Потому что запрос на новый идеологический порядок есть Мы проходим полосу конфликта в условиях кистина, где идеология разрушает страны И об этом, по сути, Трамп своим языком говорит, встречая поддержку И в том числе к вопросу экономического егоцентризма внутри А теперь, что это означает для Украины И когда мы первый раз об этом слышали Вспомните выступление демократа Байдена Но он же дал понять то, что ждут от Украины Просто в силу специфики и нерешительности Обамы Они не были так последовательны в этом А вот при Трампе это будет по факту Нас принудят защищать суверенитет за счет внутреннего компромисса Если это не сможет сделать нынешний режим С его коррупцией, идиосинкразией, национализмом Это будет делать новая власть, о которой говорят политики Более того, может быть и будет такой вариант Когда минские соглашения будут нам менее выгодны, чем двухсторонняя сделка с той же Россией Потому что тут важно, нас будут заставлять капитулировать А тут надо будет торговаться еще, и тоже с позиции силы И тоже, может, надо будет забыть про этот нормандский формат Потому что немцев и французов, лишь бы вот эту Украину спихнуть, этот Донбасс В рамках этого процесса, я хочу завершить, если можно Я в качестве дискуссии Подождите, я в качестве дискуссии Я же не говорю, что это вот 100% Я на этом наставлю, я говорю, в качестве дискуссии Надо думать Чем я хочу завершить Послушайте, а чем я хочу завершить Что то? Это тебя заставят Или заставят тебя повиноваться Проверить Проверить твою декларацию То, что задекларировал Мне условно А декларациях теперь ни слова, подождите. Чем привлек внимание Трамп как личность? Прямолинейностью. Так вот, наши политики, которые сейчас сели в лужу, в силу своей, извините меня, недалекости, необразованности и примитивизма внешней политики, должны понимать, что Павел Лазаренко не последний политик, которого втянут американцы в расследование и прочее, прочее. И поэтому многим придется ждать, что такие вопросы, как военная коррупция, коррупция, но мы уже поняли, Андрей, мы уже поняли, спасибо. Трамп действительно прямолинейный, он прямолинейно сказал, что Америка перестанет кормить другие страны. Тарас Козак, вы как экономический эксперт, скажите нам, пожалуйста, и в первую очередь нашим украинским политикам, самим придется выживать? Или все-таки какая-то поддержка со стороны Америки останется? Ну, в этой дискуссии, мне кажется, мы, забагато, выводили роль Украины, конечно, для нас это важно, но в этих выборах нужно сказать, что Украина не была гравцем. Украина была картою, которую играли какие-то гравцы, а больше всего, в целом, в этом мире много партий, где мы игроки. Так, но мы говорим о том, что, говорили, Украина, Украины не было. Было три серии дебатей, Украина, слово Украина не прозвучало в любом случае. Нас там нет, в этих выборах Украины не было. И поэтому это, естественно, проблема нашей дипломатии. Что до экономики? Что до экономики? Что до экономики? Разумяло, что новый кандидат, Трамп, он эгоцентрист. И уже есть такой жарт, что вместо ПАКС-Американа, то есть загально-певнично-американская ассоциации, такой термин, наверное, появился Трамп-Акс. То есть эгоцентризм американский. Так, Трамп и Америка, и ничего больше. И поэтому Украины тут нет, и когда мы общаемся с иноземными державами, какая наша позиция? Что мы предлагаем у света? Дайте гроши, допоминайте в борьбе с Россией, МВФ и так далее. Что мы предлагаем у света? Почему мы должны стать партнером? Где нас видят как партнера? А что касается, что будет дальше? Америка, Трамп на чоли Америки, знаете, он даже не альфа-самец. Это такой альфа-мачо. Альфа-мачо Трамп, альфа-самец Путин. Конечно, они найдут какое-то там место, где попросятся. Посмотрим, посмотрим. И основная политика УГОД сделает, что Трамп запекаленный в просветании Америки. И для этого будет увеличение видов в Углеводниях в Америце. Это важно. Посмотрим. Это привезнет до падения дохода России. Чему украинским политикам точно стоит поучиться у политиков американских? Это уважение. Уважение как друг к другу, так и к собственному народу. Хилари Клинтон признала победу очень быстро. Позвонила и поздравила Трампа. И сказала своим избирателям и избирателям Трампа, что уважает одинаково всех. Украинских избирателей, похоже, настолько не уважают. Более того, всегда обвиняют в продажности во время выборов продажи своих голосов. Сегодня, например, обвинили в продажности наперед. Сказали, что точно знают, что украинцы выйдут на акции протеста, но знают, кто им за это заплатит. Об этом поговорим в следующей части. Реклама пройдет быстро. Добрый вечер. Это программа «Черное зеркало». Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Дестабилизации пугает Украину. Политики обещают вывести народ на улицы против власти. СБУ сегодня неожиданно заявила и начала пугать. Но Украину из России идет шатун. Насколько расшатает и не является ли это заявление СБУ попыткой дуть на воду, еще даже не обжегшись на протестном молоке. Давайте разберемся. Начинаем с сегодняшнего заявления, громкого заявления СБУ о том, что по заказу Кремля чуть ли не со следующей недели в Украине стартует спецоперация по дестабилизации, главной целью которой являются досрочные выборы Верховной Рады Украины, как я понимаю. Кто хочет начать? Да, пожалуйста. Сеодичий Николаевич. Первое, хочу узнать, что одним из авторов в таком лапках дестабилизации есть ваш покерный слуга Сергей Каплин, представник Проспилок в Верховной Раде Украины. Вы сейчас признаете службу на Кремль? Да, да, да. И мета очень простая. Мы должны, если этого не выходят в зал парламенту, в Кабмине, в других местах, открыть очень серьезную дискуссию на улице. Проспилки иниціювали еще два месяца тому акцию протесту біля стен Верховной Ради Украины 17 листопада. Я, до речи, користуюсь нагодой и запрошу всех киян, мешканцев Киевской области, всех людей из всей Украины 17 листопада прибути до Верховной Ради Украины и требовать реализации своих законных свобод и прав. Перше. Друге. Мы провели сегодня в рамках Великую Селекторную Раду с всеми посередками Проспилок по всей стране. И за нашими прогнозами, мы сможем, Проспилки подкреслю, 17 листопада, которые соберут до 170-100 тысяч граждан в центре города. Третий. У нас вимоги специфичные и традиционные. Традиционные – это кардинальный перегляд тарифной политики. И это, я хочу подкресить, масштабная, попередживательная, черговая акция. Мы готовы обговорювать вопросы загальнонационального безстрокового страйка. Другая важная склада – мы таки хотим, чтобы премьер выполнил нам данную обещанку про подвищение минимальной зарплаты до 3200. Я знаю, и тут есть отдельные политические силы, которые заявили про то, что они будут голосовать за эту правку, за эти изменения, за увеличение для 4 миллионов украинцев минимальной зарплаты до 3200 гривен. И я, честно, не понимаю Батьковщину, которая выяснила такую идею. И последнее. На нашей акции не будет ни одного прапора политической силы. Ни Социал-демократической партии, ни Батьковщины, ни Ляшка, ни ОПОБЛОКО, ни ни. Мы не дамы политизировать эту акцию. Мы хотим добиться конкретных результатов. Мы не дамы. Я, конечно, как представитель проспелок в парламенте, буду первым с лидерами проспелок в этой колонии. Спасибо. Но не только вы угрожаете акцию. Николай, я вижу, что следующее. Алена, Батьковщина выводит свою акцию. Просто уже от заявленных акций протеста, от этих анонсов. В общем-то, можно запутаться. Кто не будет участвовать, но, наверное, можно из политических сил, наверное, можно пересчитать на пальцах одной руки. Батьковщина выводит тоже людей на улицу. Правильно? Дивите, мы давно уже говорим про то, что те люди, которые от нас требуют, чтобы мы в парламенте защищали их интересы, и если нас не слышат, то действительно они вимушены выходить на улицу. И тут вопрос не о том, что Батьковщина выводит за руку своих однопартийцев, а меня как народного депутата Батьковщины. А люди от нас требуют, чтобы кричать с трибуны, защищать наши интересы. И нам ничего им сказать, кроме того, чтобы это делать. Это первое. Другое, вы знаете, у нас у Банковой такая звичка, уже почти три года, сколько президент на Банковой, у всему, что им не подобается, звинувачивать Россию, у всему бачить руку Кремля, и завжди кричать, что у нас война, у нас Россия. Я вот хотел как раз уточнить, вы будете выводить людей под диктовку Кремля? Или против? Или вопреки диктовке Кремля? Или под Трампа, да? Или под Трампа. По-перше, что я хочу сказать? Или на руку. По-перше, что я хочу сказать? Дивите, какая классная история. Нас называют популістами и рукою Кремля, но президент сегодня региструет закон про ошуканных кладников. Если это план Шатун, то, вы знаете, я считаю, что он нормально работает и нормальный для украинского населения, потому что президент наш нарешті почув, людей почув, а все протесты взлякаться, и зарегистрировал закон. Но стоит отметить, что это было сделано вовремя, потому что вкладчики лопнувших банков и заемщики особенно были готовы выйти на улицу уже на следующей неделе фигетировать название администрации. Если президент это делает, это означает, что он тоже есть рукою Кремля, если он слышит наши требования и регистрирует закон. Президент тоже не рукою Кремля, скажите мне, пожалуйста. Цей закон разработался протягом месяца, я хочу вас заслухать. А мы кричим о том, что Европу. Это никакая реакция на акцию протеста, которая будет проводиться 15 часов. Ну, значит, так совпало по времени. Поверьте мне ответить. Я думаю, что это слово популісты и рука Кремля, оно больше не работает, и мы добиваемся конкретных результатов, и это доброе. И мы готовы над этим законопроектом далее спольно працювать и с президентом, и с коалицией, и с оппозицией, и со всема. Теперь дальше я хочу сказать. Вы знаете, это Банкова, на жаль, винна в том, что мы имеем такие платежки и такую отсутность реформ. Это не Кремль в этом винен. Ну, давайте сказать отверто. Не Кремль винен в том, что у нас такие платежки, какие есть сейчас. Так, Кремль винен в том, что у нас гинуть хлопцы на Сходе, но Банкова винна в том, что юридично у нас это до сих пор называется АТО. И что юридично мы до сих пор не можем выйти в правильную юридичную площадку войны и в правильные отношения с нашими захидными партнерами. Давайте будем повниться справедливыми. Альона, Альона, вы не все, не вы особисто, вы новый молодой чаревный политик и у вашей фракции очень много адекватных, розумных людей. Нет, но есть часть вашей фракции, которая несет прямую, абсолютно, полную, масштабную ответственность за то, что сегодня такая ситуация в стране. Поверьте, если бы я был премьер-министром, хотя бы в третьей серии, которого была Юлия Володимировна Тимошенко, мы бы поставили краину с головы на ноги. Не было необходимости решительности, воли, не было достаточно подготовки и консолидации народу, чтобы провести реформы. Задавили бы коррупцию вот так одними руками. За добу. Подкреслю, за добу. Вы этого не сделали. Поэтому и на вас есть вина. На всех, кто сегодня имеет фракции в Украине, есть вина. Это превратится в очень длинную перепадку. И в принципе, никаких ответов мы не услышим. Николай Скорик, следующий. Поверьте, я вам доведу, что это такие. Главная фраза вечера прозвучала. После эфира кто-то пьет уже виски. Я постараюсь кратко. Первое. Вот вы знаете, мы не сказали об очень важной вещи в предыдущей части передачи. О том, что первое сказал Трамп, когда он обращался к народу после своей победы. Он сказал, что он будет президентом и для тех, кто голосовал за него, и для тех, кто голосовал за Клинтон. Он постарается страну объединить. Второе. И главный вывод, который можно сделать из событий в Америке, это то, что США станет другом Украины. Но нельзя ставить равенство между что США будет другом Украины, и что оно будет дальше поддерживать безоглядно преступную власть, которая на сегодняшний день правит в Украине. И нужно быть еще очень важной вещью, как бы все это прекрасно понимают, что с победой Трампа очень реальными становятся досрочные выборы в Украине. То, что сейчас сказала власть устами СБУ, это фактически игра на упреждение. То есть все понимают прекрасно, что на фоне приближающихся новых выборов нужно задавить оппозицию и всех тех, кто высказывается против власти. То, что происходит на сегодняшний день в отношении оппозиционного блока как единственной оппозиционной силы, которая реально этой власти противостоит, можно привести примеры по всей Украине. Если привести пример с Вадимом Новинским, по которому внесено в парламент представление на лишение его депутатской неприкосновенности по абсолютно надутому делу. Сегодня проведен обыск в квартире с малолетними детьми с кучей физзащиты у сопредседателя политисполкома нашей политической силы Александра Косинюка. Избивают наших активистов по всей Украине. В Киевской области, в Одесской области этих примеров можно привести массу. Власть должна... Сегодня мы говорили о тех моментах, которые... Вот жалко, что Ивановна ушла. Что три года назад требовали люди? Люди требовали Евроассоциации, которую не ошибочно представляли, что это вступление в Евросоюз. На сегодняшний день одним из сообщений украинской власти, что украинская власть возмущена Европейским Союзом, который нарушает угоду проассоциацию. Безвиз, который мы прекрасно понимаем, что его не будет. Рост благосостояния нашего народа, которого нету, провалило за три года все в три раза. Люди стали нищими. Соответственно, перед людьми нужно отвечать. Трехлетняя годовщина этих событий идет. И, соответственно, власть, идя на упреждение, идет на такие беспредельные шаги. Если все политические силы, вот то, что сказал Трамп в Америке, если все политические силы в нашей стране не объединятся вокруг того, что нам нужно цивилизованно выйти из этой ситуации, если мы дальше будем слушать этот бред СБУ, прокуратура и МВД в отношении того, что они ищут каких-то врагов только сами для себя, то это закончится тем, что... Там знаменитая фраза «Страшно далеки они от рода». Мы помним, чего это значит. Андрей Ермолаев, а как вы думаете, вот этот шатун, которым сегодня опугала СБУ украинцев, он все-таки идет к нам с территории другого государства, России, или он все-таки вызревает из нас? Он наш, местненький. Убить, убить шатун на себе. Вы знаете, я бы... В ближайшие дни буквально, да, будет очередная годовщина первого Майдана. Я так понимаю, что многие политики, эксперты к этому готовятся. Действительно, дата стала символическая. Я сейчас уже не... В всех этих пропагандистских штуках, а действительно о знаковом событии. Так вот, и на первом, и на втором Майдана, когда люди собирались, и формулировалась повестка, было три ключевые проблемы. Это объединяет, кстати, оба Майдана, и 2004 года, и 2013-2014. Против коррупционного государства, за демократию, за гражданские свободы, и поэтому вторая революция достоинства, и что очень важно, социальная справедливость. Вот эти три повесточных вопроса, их можно назвать национальной повесткой. Заметьте, что все эти три вопроса и режимом Времен Ющенко, и нынешним режимом фактически игнорируются. Так, а что вы хотите? Если и говорить о каком-то сценарии, да, внешнем влиянии, то это не нынешние протесты, а скорее сценарий совпадения тарифов с декларированием. Ну, лучшего повода для поливения общества, когда проклинаются все, без исключения депутаты, потому что все попадающие во власть становятся богатыми, не все, коррубированными. Поэтому, если говорить о замысле, а если говорить по факту, чем это закончится, действительно, сейчас страна напоминает закипающую кастрюлю. Все политические силы пытаются просто поиграться с крышкой, но проблема-то не в том, кто как крышкой двигает, пар пойдет вверх, или картошка варится, а это картошка, и есть социальная революция. Можно ли управлять революцией? Можно, при наличии национального и социального компромисса, а для этого нужны совсем другие действия. Либо сейчас откажутся от правительства одной партии власти, пройдет парламентский диалог, будет пройдет доверие, тема реформы, справедливые тарифы и диалог по поводу войны, либо, извините, вас народ вынесет, потому что повторение того мирного перехода, который состоялся после расстрела Майдана, как это получилось у команды политической аквады 4-й, не будет. Многих политиков будут преследовать, извините меня, Добровольский батальюнер, живут на границах. Хотят поиграть с этой крышкой, выпустить пар, давайте узнаем. Татьяна Острикова, ваша самопомощь, по какую сторону баррикад будет? Первая позиция. Я бы с обережностью ставилась до всех информационных вкидов, которые идут из России, и хотела бы закликать коллег и телеканалы перестать их раскручивать, потому что такие впечатления, что все медиа работают на популяризации какого-то Суркова, какого-то плану, и еще там чего-то. Это первая позиция. Мы просто должны меньше про это говорить, потому что мы же все понимаем, что это полная дурня. Другая позиция. Я, насколько я понимаю, пана Каплина, то он выводит правоспилки, или правоспилки выводят на протести с двумя требованиями. Первая требования, это правильные тарифы, но если верить власти, если верить в премьер-министр, в министр социальной политики, то все малозабеспеченные граждане полностью забеспечены субсидиями, которые они получают автоматически. Если это не так, тогда у меня возникает вопрос, а почему же в второй версии бюджета, поданной в этот месяц, в парламент, снова больше 50 миллиардов выделено на субсидии? Куда же другие субсидии? Третья позиция. Пан Каплин выступает за подвищение минимальной заработной платы до 3200. И мы с этим погоджаемся, это действительно нужно делать. Но при этом не нужно делать это за рахунок увеличения податкового навантажения на предприятия. А именно на вторую группу предприятий, которых на сегодняшний день больше 500 тысяч в Украине, которые самостоятельно себе годуют и обеспечивают себя и других людей работой, лягается эти гарби. Больше 2 миллиардов гривен за рахунок увеличения единого податка. И эти 3200 на малозабеспеченных уряд пропонует стягнуть за рахунок предприятий из второй группы. Так вот, что я хочу сказать, друзья, обеспечению субсидиями. Представьте себе такую ситуацию. Удалось у нас выполнить все наши программные задачи и мы с вами пришли во власть. Мы сегодня власть Украины. Мы разделили с вами кабинеты, мы заняли соответствующие должности, мы назначили соответствующих людей и мы начали руководить этой страной. Можно задать вам один вопрос? А что изменится для рядового народа? Для обычного украинца, маленького украинца? Ответ будет мой следующий. А ничего. А знаете почему? Самое главное, не произойдет ключевое, не произойдет полная перезагрузка отношений между властью и обществом. Между отношением властью и людьми. Поэтому, прежде чем выводить людей на улицы, прежде чем декларировать о том, что мы до конца, до основания, а затем, я бы хотел бы предложить одну простую цивилизованную вещь. А давайте договоримся о простом. Давайте придумаем с вами новые правила игры, давайте мы с вами сделаем так называемую нулевую декларацию не только в декларации, кто сколько заработал, бизнесменов, чиновников, врачей, учителей, а сделаем полностью новый общественный договор. По каким правилам мы живем, куда мы двигаемся, ради чего мы существуем. раз полагода назад. Андрей, вы пофантазировали? Еще есть еще. Еще не с того, мы послушали. Теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос. Честный договор. Я считаю, что без этой фантазии у нас нет будущего. Кого вы выводите? Куда вы выводите? Мы никуда никого не выводим. У нас есть четкое понимание согласно нашей экономической программе и стратегии, что делать сегодня в парламенте и что делать на местах. И мы будем парламентским кондиционным способом добиваться выполнения и так сегодняшнего парламента. Радикальная партия пока вилла, зачехлила. Свобода. Действия свободы. Ну давайте говорите, вот было питание вы до попередних учасников говорили, по какой сторону баррикад? З'являются баррикади. Будем решать. Будем говорить. Пока их декларируют. Виртуальные баррикади уже появились. Давайте так, давайте так, те, что сегодня заявила СБУ. Насправді, СБУ має займатися дійсно контррозвідкой. Я не сомневаюсь. Что на фоні колоссальных провалов нынешньої влади и колоссальных протестов нас, которые возникают в суспільстве и абсолютно справедливого обурення людей, наши враги, перш за все Россия, захочет використать это. Ну это нужно быть идиотом, чтобы этого не понимать. Но, если звучать такие вещи, то я бы очень хотел увидеть конкретные доказы. Кто конкретно, звидки гроши, какие перерахунки, кто организовывает и так далее. Вот тогда это будет действительно серьезно, серьезно, информация, которую надо всерьез обговорювать. Сегодня прозвучало просто припущение, что есть вот такие вот певные там возможности и так далее. Я не сомневаюсь, что в Москве сидят и думают, как спровоковать в Украине собе на корень что-то. Они работают в своих империалистических интересах. Мы должны думать о своем голове. Я уже сегодня это говорил. Если у нас на сегодняшний день есть критичная социальная ситуация, значит, ее нужно исправлять, а не весь час говорить, что этим может кто-то скользиться сезонной. Треба делать так, чтобы не было такого колоссального незадоволения. На жаль, нынешняя влада делает все для того, чтобы это колоссальное, вибуховое незадоволение в суспільстве было. Своей абсолютно неадекватной социально-экономической политикой, своим невмением вести диалог с суспільством. И мы понимаем, что действительно такая проблема в суспільстве есть. Если люди выходят на протест мирно, если они выступают своими социально-экономическими вимогами, отстают свои заработки и плати, это их право. Это их не просто право. Мы это выбрали на революции гидности. И никто не имеет права им этого забранировать. Если есть московская, я не побоюсь этого слова, шваль, которая будет пытаться провокировать и использоваться для того, чтобы украинскую державу знищить, то я перший приду и буду это остановить. Потому что я считаю, что нужно разделять владу и государство. Влада может быть плохая, мы должны ее изменять, и мы уже не раз это сделали украинцы. Но государство это святое, и на государство посягать не дамо. Вы знаете, я хотел информацию дать, она оперативная. Нет, это важно. Шкиряк, полчаса назад мы просто тут сделали наступную заяву, что в городе Киеве завтрашнего дня будет посилен режим антитеррористической безопасности. То есть, что означает? Это означает, что будет национальная гвардия, будет посилен контроль за каждую человеку, которая пребывается. Сейчас я маю информацию, я хочу вернуться до всех тех, кто имеет автобусы или транспортные компании, и кому забороняет чинная влада вести людей на акцию протесту про спілок 17 числа. Пишите мне в фейсбук и мы будем разбираться с каждым потвором, которая вам забороняет и учит фурманские протесты. Вадим Карасев, Андрей, это что, говорил о колоссальном недовольстве. Вы согласны или нет? Колоссальное недовольство. О колоссальном недовольстве знаете в чем? Вот понимаете, вот победа Трампа, она свидетельствует о чем? Эпоха гибридности закончилась, а тут будет все четко и ясно. И у нас должно быть четко и ясно. То есть время полутоносу шло? Это же не проблема неэффективности социальной политики. Потому что эту проблему надо решать. или война, или мир. Если война, тогда все, деньги сдаем, как корейцы делали, элита сдавала золотые кольца для того, чтобы бюджет решать. Все одеваем камуфляжи и идем. Если мир, то давайте да, потому что деньги идут топку войны, бюджетные деньги идут. Ну топку войны же не идут, да, идут в оборону. Но, наверное, не только обороной надо занимать, а дипломатия для чего? Для того, чтобы она тоже должна как бы искусно, 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 через искусство, по дипломатии решать конфликты внешние. Так вот, первое, мы должны решить вопрос. Вопрос войны и мира. Вот это петлять дальше мы не можем уже. Дальше. Мы постепенно начинаем вползать в кризис. Причем это кризис не социально-экономический, это кризис государственности. Ну извините меня, ну так получается сегодня. Значит, надо что-то с этим делать как-то, так? Менять курс надо сегодня. Новый курс. Курс надо менять. Дальше. И последнее. Либо эта власть сегодня, этот парламент поменяет курс, несет коррекции. Либо тогда надо чтобы другие люди меняли курс. Другой парламент был избран, получил мандат. Люди на этих досрочных выборах предложили программы свои. В этом смысл выбором. Да, в этом смысл выбором. Программатику новую предложить. И избиратель тогда даст мандат на этот курс. И в этом парламенте новым мы будем понимать, что дальше делать. Но этот парламент, который сейчас, он был избран в специфических условиях войны. Поэтому мне, кстати, удивляет, когда говорят, что у нас же война, какие же выборы. А в 14-м году, что не было войны, были выборы. А что в Израиле 50 лет война идет, там тоже выборы постоянно, они воюют, и выборы идут, и демократия там, кстати говоря, нормальная демократия и все. Значит, первое. Либо мы меняем курс, должны думать. А мы зашворенные и все живем в 20-м столетии. Живем. И живем по инерции, проедая все, что осталось от Советского Союза, ну сколько можно. Это же результат того, что мы не думаем, не делаем, а только говорим, говорим и говорим и допускаем ошибки. Посмотрите, сколько ошибок. С поляками ссоримся, с ренграми тоже. Ну, с Россией понятно там, так? Умудрились влезть в избирательную кампанию в Америке и рассориться с будущим кандидатом, так? С нынешним победителем президентских выборов, так? Теперь жалуемся на то, что Европейский Союз нас обманывает. А что вы хотели? Вы определите, пока мы говорим не надо ваш там русский газ, мы тут реверсами и так далее. А что с ГТС? Немцы теперь соглашаются на вот этот северный поток, потому что немцы понимают, они станут газовым хабом Европы. Весь газ из России, из северной, из центральной Азии будут идти в Германию. Германия будет его распределять всем странам. А почему Германия об этом думает? Потому что она знает, Трамп придет, он ведет протекционизм, свободной торговли будет меньше, а Германия, что поднялась на свободной торговле, она чемпион по экспорту технологическому и за счет внешней торговли, за счет, скажите, барьером в Европейском Союзе, Германия, бенефициарии Европейского Союза. Так вот, свободной торговли не будет, экспорта не будет, но газ будет у России, не у немцев, российский, а Украина со своей ГТС, с чем она останется? С трубой. С трубой. А где деньги будем брать? А вот и денег отсюда нет у людей, денег, потому что политика такая. Давайте будем на проблему тарифов, трошки з іншого боку. Зараз цю проблему намагаються використати різні політичні сили, які не мають в парламенті тих можливостей, які можуть отримати, якщо провести вибори. Не зацікавлені, звісно, в виборах. І намагаються використати для цього проблеми, які, мовляв, є у проспілок чи найманих працівників. Насправді, що трапляється сьогодні? Тарифи зростають на комуналку, на гарячу воду, на опалення і так далі. Насправді, це мало як відіб'ється на кошельку просового громадянина, тому що компенсації на тарифи зростають. Насправді, що відбувається? Насправді, це грають великих хлопців, які перекачують кошти з бюджету через дотації собі в кишені, в кишені власників великих енергетичних компаній. А політичні сили намагаються виперстити цю тему для того, щоб розкачати ситуацію. Ну і тут ще й трапилася ця цікава історія з е-деклараціями, коли стало зрозуміло, що керують нашою країною не прості люди, а які мають там мільярди. Я би сказав, що це не просто не простає, що це та самая бомба, не за посилами і дійсно, я зараз з українськими політиками. Спасибо, Тарас. Второй Тарас, Нагородний. А ви такше продовжуєте. Я не погоджую з тискою, що впливу немає, тому що все ж таки є, тому що ці зростання цін на ЖКХ в першу чергу на інфляцію впливає, тому що це зараз буде лягати на підприємців, в тому числі, малих, які будуть більше витрачати. Вже зараз через зростання цін на електрику вже зростають ціни на хліб і так далі. Вопрос, наскільки хватить трьох-двухсот. Що стосується протестів і Шатуна, ну знаєте, Шатун був вигіданий, тому що вже ніхто не віри, що Путін нападе, бо 150 разів вже лякали і вже нікого це не лякає. Шатун вже виник вже місяць тому, коли начебто зламали пошту Суркова, виявило, що в документі дуже багато націків на те, що писалося в Україні, бо російською мовою так не пишуть в Росії, як в Україні, на Україні, або відмінюються українські прізвища, які закінчуються на КО. Ну це тільки в Україні, з яким їх написати. Там буква українська є. І питання в наступному. А якщо реальна така загроза, так опублікуйте це, списки цих людей. Скажіть, це провокатори, ми всіх попереджаємо, цього спіймали, і всім попередження, що всіх будемо ловити і так далі. Але цього немає, тому що це знову, влада намагається робити маніпуляції, коли вже немає часу маніпуляти. При цьому хочу обратити внимание, на прошлій неделе появились новости о том, що МВД і Нацполіція знову готові ряд законопроєктов об усиленні функцій поліцейських. Річ іде, в частності, о той пресловутій формі «Подчиняйся 14 законопроєктов, о которых писала «Зеркало недели». Ви не бачили там ось цієї формули «Подчиняйся, а затем протестовували»? Якби таке працювало під час минулого Майдану, то всі сиділи і по закону сиділи, і Беркут всіх бив і потім сказав, як там особливо мені подобається, я хочу скасувати питання в тому, що підкорятися незаконним вимогам, а явно злочинним вимогам. А що таке неявно злочинні умови? А хто це буде визначати? Перетестований Беркут зараз буде визначати? Тоді, вибачте, будь ласка, можна всіх пересаджати і потім сказати «Удати, спробуй, тепер попротестуй». Звичайно, що це намагання залякати суспільство. Звичайно, що це намагання говорити про те, що не існують проблем. Забовтувати проблеми. Ми вже зараз бачимо, що розмови, що влада вже розуміє, що з тарифами переживали. Вже відчуваю, коли говориш, що давайте фактично безстроково робити. Давайте фактично розстрочку робити. Знижувати треба тарифи. Давайте собі визнайте. Ви перетиснули, так? Ви захотіли заробити занадто багато грошей, знизуйте тарифи, бо вас просто знисуть. Питання не доступно. Послушайте, а до платіжок осталось всього-то там нескільки днів. Вони вже говорили перерахнули. Вони вже перерахнули. Вони вже перерахнули. Почитайте. День уже перерахнули. Маленький риск упрощення. Прямая річ. Я просто... Смотрите, Вас дуже много. Сьогодні, да, получаю сообщение. Класик. Вас дуже много сегодня. Сообщение. Пишет сем'я. За 2 недели ми с маленьким ребенком в маленько-небольшой квартире за тепло получили 2200. Как заплатить? Это город Кременчук. С Полтави. Такая ж ситуація. Запорожье, Одеса. Сергей, я за неделю получаю более сотни писем. Якщо я все буду перечислять, то у нас время не падає. Это людська борьба. Это должны знать все. Я просто короткую ремарку. Можно не короткую? Вы еще не выступали. Але є закладені урядом дуже чіткі компенсаторы. Перше, це субсидія. Друге, що є не менш важливе, це розстрочка. Третє, це підвищення мінімальної заробітної плати, про яку ти щойно говорив. Четверте, що є також не менш важливим, це підвищення заробітної плати для працівників соціальної сфери, таких як вчителі та медики на 30-40% відповідно. Зрозуміло, що питання тарифів, воно є дуже болючим. Але ми також маємо усвідомлювати, що якщо ми вже до цього прийшли, якщо є речі, які закладені інструменти, ми маємо далі рухатися і, звичайно, шукати додаткові надходження, додаткові ресурси не за рахунок підприємців і збільшення податкового навантаження, про що щойно говорила Тетяна, а шукати інші шляхи. Виводити держпідприємство, про яке вчора говорив Гройсман. 64 мільярди ми датуємо з державного бюджету підприємства, які просто збиткові. Але керівники цих підприємств не їздять, вибачте, на «Жигулях». Вони їздять на хороших, дорогих автомобілях. Тоді давайте будемо проводити відкриті конкурси, продавати не стратегічні об'єкти, а продавати їх в ефективні руки. Тобто ми маємо знаходити, що це зрозуміло. А взагалі, які у вас відчуття, що щось надвігається на Україну чи ні? Ось ця осінь буде гарячі камні, які політають в огород власні, вже в руках українців чи ні? Ви знаєте, варто зазначити, я сьогодні слухала також заяву СБУ, напевно, всі слухали, так? І що дуже важливо, що в СБУ не сказали дійсно, ані прізвищ, ані того, від кого очікувати, коли очікувати. Я сказала, 15, попередила, так, з 15 числа. Але жодної інформації більше не надали. Тому в мене питання, як ми можемо тут коментувати те, про що нас навіть не повідомили? Як ми можемо знати? Що стосується майданів, про які, ймовірно, говорять? Тут питання зараз до того, наскільки виконавча влада в тому числі зуміє справитися і знайти додаткові компенсатори і вирішувати ті проблеми, які виникають. В тому числі і по тих людях, які поклали гроші на депозити, і сьогодні їх не можуть забрати. Тут, Альона Івановна, питання не в батьківщині, і що батьківщина вимагала, не в окремих партіях, а питання в тому, щоб парламент об'єднався, спільно попрацював над законодавчим механізмом і розробив відповідний законопроект і ухвалив його спільно в парламенті. Слухайте, тут присутні стільки людей, представники стількох фракцій, скільки можуть забезпечити 226. Ми маємо ці питання спільно врегулювати, а не зараз тряснути один на одного одіяль. Друзі, а зараз дам можливість взяти останнє слово Татьяне Острікове. На сьогодні останнє слово, її теж обіцяла відпустити. Таня, постарайтесь бути краткою. Так, абсолютно очевидно, що ситуацію використовують, я тут погоджуюсь з Тарасом, окремі політичні сили, для того, щоб розхитати, розшатати, шатуна якогось запускають і так далі, щоб качати державу на перевибори. І тут дуже важливо не дати дестабілізувати ситуацію. І хочу заперечити Карасьову, шанованому мною експерту, щодо того, що не можна йти на перевибори, бо війна. Він говорив, що опоненти говорять, що не можна йти на перевибори. За чинного закону про вибори, коли є мажоритарка, йти на перевибори зараз, це абсолютний нонсенс, це виргання держави в гаос. Це повна дестабілізація ситуації. Я законно виправлюваю. Давайте змінюємо виборчий закон, а тоді будемо говорити про перевибори. А я в сій політиці, чоловік старий. Так от я вам скажу, в 99-му році в газеті «Голос України» одна людина по різвищу Лавринович написала статтю «Мажоритарна система як джерело наших бід. Ні більше, ні менше». Так от, я це знаю 26 років. Мажоритарка. Погано. Перейшли на списки. Погано. Знову мажоритарка. Тепер знову мажоритарка. Подивіться, немає... Я хочу сказати і інше. Даня, Даня, я хочу сказати і інше. Немає ідеальних виборчих систем. Подивіться, на Сполучені Штати Америки по загальнонаціональному загальнонаціональному результату на користь Кіла Рі Клінто. Будучи оброзу, давно вас не було, Сергій, на чесное слово. Подождите своїх успіхах. Подождите. Проблема не в законі. Не небабудима. Тому закон будемо приймати. Прийміть закон про фінансування виборчих кампаній. І все. І мажоритарка буде менш корумпована. В Сполучені Штатах Америки мажоритарка, до речі. Мажоритарна система. В Британії мажоритарна система. Щоб ви знали. В Німеччині змішана система. Мажоритарна і пропорційна система. Вадим, дозвін відмітить, несмотря на те, що ви говорите, ви далі в політиці, але пам'ять у вас хороше, якщо ви цитируєте статті 90-го року. Татьяна, пісібо. Пісібо, всього доброго. І з полегом з інших каналів. Андрій Єрмолаїв. Я прощав цю репліку, тому що взорвался неслучайно. Колеги, наговорили стільки важних характеристиків, происходящих, тому що ми не можемо, як раз зараз, можливо, стільки ми надавали характеристиків російському режиму, і ми знаємо, всього ли селову структуру, політичні репресії, тюмники, сознательне сниження мобилизации соціальних стандартов. Це ми зараз о якій країні? На самом деле, під цим білим шумом, фейкових записок, угроз, проїсходить реальний украінський путинизм. Зараз, з новим дворянством, з коррумпованими военними і промисленниками, з гвозбюджетом, це вже здеся. І то, о чому сказав Сергій Каплин, о тому, що можливі превентивні меры по блокуванню протестів, я считаю, що це верна інформація, тому що, дійсторі, такі режими. Я не дам, я не дам этого сделать. Будет 200-100 тисяч на бійдан. Вопрос, що в цьому вітокі ми говорили? Це вже фах. Пусть арестують, я буду сидеться. І вибор у нас невелик. Либо режим розгорає це по путінським вариантам, турецким і прочим, в парламенті може бути альтернатива в виде компромісса національного і правительства доверия, але я сомневаюсь, що на той способний. І вибори єдинний демократичний путь, о чому говорить Вадим. Максим Куричий, я давно вже обіцяю йому слово. Що касається протетерпением. Коллеги, я говорю дуже чітко. Очень чітко. Ну, во-первых, протесты в Україні були, є і будуть. Це право граждан України, котре гарантировано Конституцією України. І це Україна підтвердила, як середженний демократ. Ви помните, що сказала Кондониза Райсь, коли она була тут? Вадим, Вадим, послухайте. У вас багато майданів, може ви управляти її умієте? Ви багато років в політиці? Ви багато років в політиці? Я в першу раз ставлю народним депутатом. Кондониза Райсь сказала, у вас багато майданів. Можете ви управляти когда-то начнете страною? Вадим, Вадим, не мешайте. Ви багато років в політиці? Ви багато років в першу разу. Вони аналізувалися і аналізувалися. Вони багато років в піляді. І консультировав тих многих, які довелися країну до такої ручки, о которой на сьогодні ось. Це правда, це правда. А тим один розмовір, поговорим потім вне ефіру. Вадим, вне ефіру. Вне ефіру. Вне ефіру. Вне ефіру. І за таких, як ви, і те, які електронні декларации показали. Я не дружу на Клуберку, як ми з Аленой, А вы вдвоем сходите. Послушайте, то, что я вам сейчас скажу, вам не угрожает. Поэтому имейте смелость дослушать. Следующее. Опытные политики всегда подтвердят мои слова о том, что в период кризиса наблюдаются всегда только две точки роста. Первая. Это активность граждан, и это нормально. И есть вторая точка роста. Всегда растут желания политиков, популистов, интриганов, нагреть на этом руки и получить какие-то дополнительные баллы. А конкретно можно? Друзья, когда люди концентрируются на улице? Люди концентрируются тогда на улице, когда закрыты двери чиновников. Когда нет диалога государства и граждан. А когда протесты и слушают те люди, которые принимают решения за этих людей, и создают, как создало правительство Гройсмана. Давайте говорить объективно, почему об этом молчат. Реш-ти-реш. Но за эти короткие полгода правительству Гройсмана удалось создать целый ряд механизмов, которые будут смягчать тарифный удар. Это. И субсидий 52 миллиарда гривен. Более чем достаточно. Не на баррикады людей нужно звать, а звать их в управление труда и социальной защиты. Оформлять в силу. Дорогие. Дорогие. Вы за новостями следите. Давайте обстрагируемся от тарифов. Вы за новостями следите. Только на этой неделе несколько акций протеста в разных регионах Украины. Маленькие, локальные. Бастуют шах... Голодают шахтеров. Вы знаете, что сегодня пятый день голодовки шахтеров в Украине. Я вам выкладываю. Вы знаете, что врачи выходят, учителя выходят. И уже давно на пенсии инвалиды. Вы слышите мои вопросы или вспоминаете свои личные истории. Но я хорошо сегодня был. Почему тогда на сегодняшний день так много локальных акций протеста? Самое главное, что есть ответы на те акции протеста, которые происходят. Ну, горняки пятый день ответа не слышат. Они пятый день сидят на воде, например. Я сейчас не вспомню просто населенный пункт. Я что знаю. В бюджете 2017 года вопросы горняков и шахтеров будут решены в полной степени. Но если двери открыты, давайте договоримся так. Двери открыты. В первую очередь, давайте они будут открыты у вас. Вы завтра едете на шахту. Я вам скажу после эфира, где бастуют, голодают шахтеры. Едите к ним, открывайте вы к ним двери. Приходите и объясняйте, почему они должны закончить с голодовкой. Вы сделаете это или нет? Тем более, мне есть куда поехать на мой родной Южмаш, для того, чтобы там погасили задолженность по 70 миллионов зародных планов. Там люди не голодают. Я вам говорю о конкретной ситуации. Пять дней люди пьют только воду, ждут деньги. Двери власти открыты. Говорите вы, езжайте. Надо ехать. Надо ехать. Я дам вам адрес. С вами поедете в районе подробностей. Меня перебили, а я хочу договорить. Я хочу договорить, когда меня перебили. Я всех внимательно выслушаю. Слушаем. Друзья, самое главное. Что сегодня людям нужно четко сказать, что на баррикадах не решается вопрос. И вопрос о снижении тарифов не будет решен. Вопрос заключается о том, как поставить повестку дня, зарабатывать людям больше. Чтобы они не узнали больше вашей подачи, о которой... Аксим, а вы собирательный курт не решает, что они не сказали. Точно так же говорили предыдущие товарищи. Поэтому компетентно докладываю. Ваши чего не учит история, причем новейшая. Компетентно докладываю о ближайших перспективных планах, которые стоит ждать украинской браке. 52 миллиарда субсидий, я уже слышал. Монетизация субсидий уже в конце отопительного сезона 2017 года. Когда деньгами люди будут получать субсидию. Не на счета монополистов. Сэкономил о газе, поставил металлопластиковое окно. Раз. Дальше, энергоэффективность, друзья. 50 раз можно снизить, в половину можно снизить стоимость тарифа. Об этом нужно говорить. Пересмотреть нормы потребления, которые сегодня чрезмерно завышены. Чрезмерно завышены нормы потребления. Кто их считал? Вот об этом стоит сегодня и повестка. Максим, мы уже в ближайшее время увидим, убедили ли ваши пламенные речи только что, украинцев не выходить на улицы. А других... Я говорю о том, что за свои пламы нужно всегда бороться и отстать. Сейчас о другой новости, которая тоже вряд ли улучшит жизнь украинцев и возможно усилит их протестное настроение. Глава НБУ Валерия Гонтарева на этой неделе заявила, что Киев вряд ли получит, по крайней мере до конца года, очередной транш от МВФ. И при этом она указала, что Украине обойтись без этого транша практически невозможно. Василий, как вы можете оценить, как эксперт по внешней политике... Ой, у нас ушел Василий Тарас, вы экономический эксперт, извините. Без транша действительно нам не жить или как-то можем пропетлять? И все-таки надежды на очередной транш, насколько они могут быть обоснованными? Когда мы можем его увидеть? Справа в том, что транш, как и предыдущий, так и тот, что мы ожидаем, он не идет в бюджет. Цей транш, который прийдет... Мы же прекрасно понимаем, зачем он, доллар может упасть. Он прийдет только для того, чтобы увеличить золотовалютные резервы. Без транша пойдет гривна. На украинских это тоже отразится. Я считаю, что это не маніпуляция. Это таким образом МВФ и Национальный банк, который зацикавленный, подгоняет нашу владу проводить реформи. Потому что без кнута, который в руках МВФ, эти реформи никто не проводит. На самом деле, борьба с коррупцией в это все впирается. И евроасоциации у нас нет, и безвизу нет, и МВФ транш не дает. Виключно, потому что борьба с коррупцией у нас на словах. Мы не по суті, не дух борьбы с коррупцией, а только какие-то там законы, что такие странные, такие изменения, насправді, за этой борьбой нет. Те же компенсации. Мы же понимаем, что эти 52 миллиарды, они не идут людям, они идут другим олігархам, они идут власникам энергокомпаній. Про что? Який захист людей? Тарас, объясните тогда еще, что это за заявление МВФ о помощи в проверке электронных деклараций украинских чиновников? Я прав, что это беспрецедентное действие со стороны МВФ. Я не знаю, в других краях, чтобы в других краях МВФ чётко сказали, что мы будем проверять самі ці декларації. Ну, грубо говоря, не разворовали ли чиновники деньги, которые выделял МВФ? Ну, это зрозуміло, что це питання риторичне, потому что деньги, которые выделялись в Украине, в бюджете их нет, а у чиновников, мы это видим в этих декларациях, есть огромные деньги. Это очень много других наших партнеров. И Европейский банк реконструкции и развития, СВИТОВИЙ банк, безусторонние партнерства, которые нам дают помощь, только после того, что МВФ даст добро. Мы выполняем программу из МВФ. Если мы ее не выполняем, то эти серьезные деньги, которые уже поступают в бюджет и смогут украшить каким-то образом жизнь простого человека, они не поступают. И мы не сможем тоже проводить другие реформы. Поэтому кредит МВФ для нас не так важливый, как важно делать реформы. Это мы не делаем. Влада не затекала. И на это будут обращать в первую очередь, естественно, внимание инвесторов, деньги которых для нас не менее важны, если не более даже важны, чем кредиты МВФ. Николай, вот вы, например, на месте инвесторов, прочитав, изучив декларацию украинских чиновников, сильно бы побежали инвестировать в украинскую экономику? Ну, я, безусловно, нет. Если говорить о долларе, то сегодня уже как бы есть сообщение о том, что идет постепенный подъем, уже где-то он приблизился к 27. Вот я хотел продолжить немножко то, что говорил... 26.82 сегодня видел, когда ехал на работу. То, что говорил эксперт. Надо вспомнить о том, или не, как бы сказать о том, что условием получения кредита МВФ есть не реформы, а есть выполнение стандартов МВФ, которые изложены в том меморандуме или том письме, которое украинская власть подписала для МВФ. И в этом, мы уже неоднократно об этом говорили, и в этом документе есть вещи, которые, весь украинский парламент на словах, во всяком случае, вроде бы как не приемлет. Это увеличение пенсионного возраста, это рынок земли. Одну секундочку, дай я тебя закончу. Это рынок земли. Порять вранье, друзья. Ну сколько можно врать, ну сколько можно пугать людей. Ну не выдумывайте того, чего нет. Не выдумывайте. Люди отверстили от вас все. Не має такого меморандума. Больше того, меморандум, это рекомендационные документы. Никто не говорит о повышении пенсионного века, говорит о том, что необходимо проводить пенсионную реформу. Это абсолютно разные вещи. А в чем она должна заключаться? Это пенсионная реформа. В меморандуме. В меморандуме. В меморандуме. Давайте пояснять ситуацию. Так. Что касается века выхода на пенсии. В вимогах МВФ не имеет подвищения выше, чем 60 лет века выхода на пенсии украинских мужчин и женщин. Есть другая вимога. Скасать пельги по достроковому выходу. Потому что у нас величезная часть женщин и женщин выходит достроково на пенсию. Средний век выхода на пенсии близко 50 лет. В среднем украинский человек выходит на пенсию 50 лет, а не 60. Пельги, которые у нас имеют лекаря, милиционеры... А если говорить о стильварах, шахтерах, они должны... Теперь очень коротко, по 30 секунд. Всем, кому обещал. Алена Шкрум. Знаете, мне бы хотелось один раз от вашей передачи піти с таким каким-то оптимизмом. Я думаю, что главное, что тут может быть... Боюсь, что мне для этого нужно вам что-то подарить. Давайте просто мы не будем повертаться до Радянского Союза. Это даже не Янукович, а Радянский Союз. Когда все, кто критикует владу и пропонует что-то владе, они все враги народу. Давайте просто от этого отойдем. Андрей Артемович, все по 30 секунд очень быстро. За всю историю сотрудничества МФ с мировыми странами не было ни одной экономики, которому это пошло по пользу. Это факт. Раз. За всю историю... Секундочку. За всю историю существования взаимодействия между Украиной и МФ, Украина первая в истории получила требования проверки и декларации государственных чиновников как условия предоставления транша. Вот это второй факт. И третий факт. Нам нужно забыть об этой программе и ориентироваться исключительно только на внутренние ресурсы. И еще быстрее, Сергей. Користуючись нагодой, 17 листопада в четверг. Сергей Майданов, сейчас вы решили. Вам хватило 10 секунд, вы все сказали. Ира. Олексей, повертаючись до темы шахтарив, я хотела зауважить, что в проекте бюджета 2017 года закладено 1 млрд грн на заработные платы и 847 млн на реконструкцию. В этом году действительно не хватило заработной платы через то, что были неправильно обращены показатели. Я готова. Поехали до шахтарива, можете давать шансы. Хорошо. Я хотел бы вернуться до одного, что мы говорили на начале. Одна из причин победы Трампа – это то, что американцы, простые, обычные американцы, начали чувствовать, что влада про них забывает. И они своим голосованием сделали свой выбор. Поэтому нужно понимать эти святые тенденции, и влада маячуты людей. Максим очень гордко. А режиссеры пока подготовьте опрос. Коллеги, для всех. Вопросы решаются в зале парламента. Вопросы решаются. Решение находится за столом переговоров. На баррикадах вопросы никогда не решались. Не термите страну в прорубь. Опыт показывает, что в парламент вы и все ходите с большой неохотой. Наш опрос. Наши зрители отвечали на вопрос, чего вы ждете от власти в ближайшее время имеется в виду. Реформ 21%, перевыборов 78%. Ставит финальную точку и анализирует эти данные Тарас Загородний. Знаете, владе нужно не имитировать диалог, а заниматься диалогом и решением проблем. Сейчас идет имитация диалога. Это все. Действительно, имитацией лучше заниматься в другом месте. Но, как говорят знающие люди, ни к чему хорошему она все-таки не приводит. Это было Черное зеркало. Спасибо, что были с нами. До встречи ровно через неделю.